Не просто обмен опытом и информацией о проделанной работе. В общественно-политическом центре Магнитогорска состоялся круглый стол для представителей волонтерских и общественных организаций, занимающихся поддержкой бойцов на СВО. Собравшиеся не только рассказали, чем занимаются их сообщества, но и разработали комплекс мер для лучшего взаимодействия друг с другом и органами самоуправления. Они вступили в работу, как только стало известно о начале специальной военной операции. Сначала это были десятки волонтеров, сегодня в числе помогающих участникам СВО, их семьям и мирным жителям сотни, а то и тысячи неравнодушных горожан. Волонтерских организаций много, но все работают на одну цель. Каждое волонтерское движение находится в своем каком-то помещении зданий, но все они выполняют одну и ту же задачу, чтобы в определенный день каждого месяца отгрузить 2-3 фуры. И это все конвоем в сопровождении ветеранов боевых действий Афганистана-Чечни, боевого братства, то есть отправляется в зону специальной военной операции. За два года, что идет СВО, действия волонтеров стали более организованными и скоординированными. Если раньше сборы гуманитарной помощи велись хаотично, то теперь это адресные посылки и работа по потребностям бойцов. Удалось это и за счет объединения организаций. Одно из объединений – женское движение. Женское движение начало активную помощь и поддержку непосредственно нашим ребятам, бойцам, не только нашего города, безусловно, всей нашей страны и со стороны сбора гуманитарного груза. Это настолько разнопрофильная работа. Мы работаем и по заявкам от наших ребят бойцов, то есть адресно отрабатываем. Это все пожелания, которые высказывают семьи военнослужащих на местах. Это все то, что доходит нам от афганцев непосредственно, которые помогают в доставке груза и чьи пожелания мы всегда учитываем. Активно ведет свою работу филиал фонда «Защитники Отечества», оказывая всестороннюю помощь участникам СВО и членам их семей. По инициативе фонда проводится углубленная диспансеризация на базе поликлиники Первой горбольницы для ветеранов боевых действий и членов семей погибших. На сегодняшний день диспансеризацию прошли 128 человек. Большая часть запросов касалась различных мер поддержки, оформления документов, получения удостоверения ветерана боевых действий или статуса инвалида боевых действий, медицинская реабилитация и психолого-психологическая терапевтическая помощь, содействие в протезировании, помощь в бытовых вопросах. За круглым столом было озвучено немало инициатив и достижений, но даже при этом волонтерам и активистам есть над чем работать и что улучшать. Потому был озвучен и принят ряд решений для формирования стратегии в работе на ближайшие пять лет.